А дождь гасит свет, забывай про покой, и голос в темноте зовёт слава живой. Ну что ж, Амиго, совсем немного, пара капель воды буквально остаётся до конца игры, судя по тому, что пацан в луже уже с головой. Я думаю, что игра закончится в ближайшую серию одну или две. Это что-то новое. И кто знает... Запись камеры рядом с парком, сделанная в день, когда пропал Шон Марс. Вряд ли там есть что-то ценное, но как знать. И кто знает, может быть детектив и есть тот, кому суждено, собственно, в моей версии концовки... В моей версии концовки раскрыть... Раскрыть личность киндер-хейтера этой игры. Исследовать. Сейчас скажут, орегами, блядь, по-другому свёрнут. Ничего, по-новой всё развешивать, всё изучать. Я просто вот это-то... Вот это-то я хорошо помню, что я уже делал. Орхидейки вот эти. А, уже не надо их делать. Ага. Они уже отработаны. Вот, значит, что. А, нихуя, они... На ту кнопку просто жму-сижу. Мудачка. В 16.02 в сторону парка проехала Шевроле, соответствующие модели. А в 16.37 она проехала обратно. Соответствует времени похищения. Может, это машина убийцы? Двадцать три минуты. Да, может, это, блядь, Бамблби нахуй катался. Чё ты... Шевроле. Пиздец, не работает. Версия говно. Едим дальше. Шевроле. Жаль, что не видно лица водителя. Да я в шоке вообще, что ты, блядь, марку разглядел. Ну, попытаться стоило. Я, конечно, знал, что нихуя подобного не найдёт. А шины не от Шевроле или часом? Шевроле. Малибу 83. А не совпадает ли это Шевроле с вон тем Шевроле? Я вот в чём, в чём в Шевроле вообще нихуя. Если бы он на шестёрке ехал, блядь, я бы сразу распознал. Кто из арбузников орудует. Ну, это я уже делал. Подожди, хорош. Причём тут, блядь, орхидеи твои ебучие. Вот, блядь, орхидеи вообще. Вот я всё понимаю, но логику, блядь, орхидеи с саной. Причём тут орхидеи-то, блядь? Версия о том, что убийца за что-то там извиняется. Блядь, говно полное. Чё, он ёбнутый цветочками, блядь, извиняться. Чё это, блядь, такое? Просто посмотреть, что ли? Все тела обнаружили рядом с железной дорогой. И все жертвы пропадали осенью. И это мы уже, блядь, знаем всё. Забресываем это говно. Чего, блядь, надо? Как закончить-то? Залупка вам полнейшая. Я думаю, что надо в аквариуме подумать, посидеть. Под водой, как правило, лучше думается. Не знаю, с чего я это взял, блядь. Но когда всё остальное не работает, думаю, надо менять окружение. Может, я всё-таки досье, блядь, какое-то не то выбрал. Выйти отсюда просто нельзя. Снять очки и встать и пойти. Чё-то, блядь, я не хотят, чтобы я... Убийца белый, возраст 30-45 лет. Уверен в себе, умён и решителен. Очень собранный, водит машину. Работает наверняка в свободном графике. Много есть специальностей, которые подходят под это говно. Охуяно вообще. Машина украдена. Посмотрим. В угоне подозревали некого Джексона Невеля, но обвинение сняли. Не хватило улик. Я же уже открывал, блядь, эту машину. Ты сказал, жаль, лица не видно. Больше ничего не сказал. Гандон. Куяся, Майк Тейсон. Джексон Невель. По кличке Джек Бугай. Несколько раз привлекался за торговлю угнанными машинами. Считается опасным рецидивистом. Он мог продать машину убийце. Не лучшая зацепка. Но другой пока нет. И тут он сидит и думает, они упороться ли, блядь, с наркотиками, лежащими в кармане. А. Бля, у него, мне кажется, просто от этих очков, блядь, крыша едет. И последнее, сэр. Во. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сэр. Вы знали, течет. Не злоупотребляйте очками, наверное, а не таблетками. Это опасно. Очень опасно. Черт. Начинается. Триптокаин. Он на столике у кровати. Надо просто принять, и все пройдет. Надо сопротивляться, иначе это убьет меня. Я смогу. Надо сохранять хладнокровие и занять себя чем-нибудь, пока не отпустит. Ходи по лесу, гуляй, ебать. Ха-ха-ха. У того главного героя провалы в памяти. Этого главного героя, блядь, вообще хуярит. Непонятно чем. Тут все какие-то, блядь, больные, нахрен, в этой игре. Никого здорового нет. Детектив, блядь, только здоровый. А Низкин, нахуй. С ним вообще все нормально. Ровный парень. Нужно занять себя чем-нибудь. Давай, блядь, лампы крушить настольные. Иди ты вздрочни, блядь, в туалете. Еб твою мать, заебал. Ох ты, блядь. За зеркало ФБР платить не будет, сдается мне. Вон, раковина же, давай. Давай. В принципе, это не такой сложный квест, чтобы отказываться от... Ну... Как бы выбор стоит триптыкаин или нажатие кнопок. Но триптыкаин... Просто не за чем употреблять, потому что это не сложно. Понажимать кнопки в данной ситуации. То есть, у ФБРовца какого-то нету риска, блядь, подохнуть там. Вот когда стоял вопрос, выстрелить или не выстрелить, там было понятно, что ситуация опасная. Чем опасны его глюки, я не понимаю. Вот если бы он за рулем машины ехал, да, и там что-то происходило, не въебаться стрёмное. Я бы еще подумал, а не хуйнуть ли мне триптыкаинчику-то. А, блядь, когда он по номеру по своему гостиничному ходит. Ну, борода. Снова похожий на жабу, блядь, детектив Аниськин. Слушай, долго, долго, долго твою щечамбу показываю. Манфрад, что? Что это такое? Магазин часов и пишущих машинок, что-то? Муня, так и шо вы не отвечаете? О, это же бармен, блядь, бармен из святых и струщоб. Блядь, жопа. Ну, давай, скажи это. Скотт, ты? О, конечно помню. Ну, рад тебя видеть. Блядь. Сколько лет прошло? До десяток, не меньше. Ну, в моем возрасте это уже не срок. Жопа, жопа, блядь. Чини часы, но я стараюсь забыть о времени. А, а как ты? Все, еще в полиции? А, нет, ушел. Я теперь частный детектив. А, а это Лорен, она, она мой друг. Добрый день. А, здравствуйте. Я без работы, а она проститутка. Вот так ты должен говорить. Ну, это же надо отпраздновать. Блядь, этот дед, нахуй, на зимоту вызвал. Ну, ну, погодите. Э, это тут. Ой, божечки. Мне попадалась бутылка виска совсем недавно. Да, в семьдесят восьмом, блядь. Перед войной, нахуй. Какой-нибудь. Опа-на. Че-то. Пойду трубочку возьму. Не сделаешь ли мне одолжение, Скотт? Скажи им, чтобы перезвонили ближе к вечеру. Да, разумеется. Если я, блядь, смогу найти телефон. Алло. Да, Манфред здесь. Село Моту. Вы не перезвоните ближе к вечеру. Спасибо. Кто его спрашивал? Ком? Подожди, мне показывали, что он бутылку протирает в этот момент. Зачем? Что-то он не подмешивает? Ну? За старых друзей. Да, из Бунбека. Русские все-таки купили твой бар? Взгляни вот на этот конверт. Может, ты сможешь определить, на какой машинке был напечатан адрес. Ну? Давай посмотрим. Ты не достанешь мне мое увеличительное стекло из-за... Да, конечно. Глаза меня уже подводят. Что-то ты, блядь, мутишь. Телочка, присмотри за ним. Какое стекло? Где? Из-за какого прилавка? Ага. Меня почему-то второй раз туда предлагают завернуть. А что это у него там за конвертик? Лежал. Спасибо. Ну, посмотрим. Что это? Он похож на крота из мультика про дюймовочку, блядь. Royal 5. Форма букв T и F характерная для этой модели. Выпущена между 1907 и 1924. Нихуя такой эксперт, блядь. Это именно она. И что? У кого такие, блядь, машинки? Это модель. Она редкая? Нет-нет. Они не редкость. Пожалуй, такая машинка пылится на чердаке. Едва ли не каждого старого дома. Ведёшь учёт всех клиентов? О, разумеется. По крайней мере, тех, кто платит. Немного клиентов у его бизнеса, как ты думаешь, блядь. Да, конечно. Один, наверное, два. Да, я уверен, что, блядь, безумный спрос на печатные машинки сейчас сдать. Всего пару минут, я принесу вам весь список. Думаете, убийца был здесь? Пишущая машинка начала прошлого века. Владелец наверняка приносил её манклажу. Посмотрим, кто в списке. А вдруг он не местный и приехал, блядь, с другого города со своей машинкой. Что такое? Такая музыка, как будто чё-то не так. Кровь! А чё за звук? Что такое? Шумы ему не нравятся, или что? Ну-ка, включи-ка машинку, по-моему, вон. А это не Ройл-5 машинка? И что Манфред там копается? Надо посмотреть. Имя убийцы может быть в документах Манфреда. Лорен думает, что сможет найти убийцу. Алло? Манфред? Алло! Мы записали ваш звонок, сэр. Полиция прибудет через несколько минут. Как так? Скажите мне вашу фамилию, сэр. Сэр? Алло! Часы били. Часы били, и мы не услышали, когда его грохнули. Он мёртв. Блядь, а кто это так пронюхал-то? Может, он траванул? Может, я... Скотт? Ну, по крайней мере, Анискин и эта тёлка точно были в комнате. Что ты делаешь? Звоню в полицию. Но я не вижу на живых. Полиция уже звонил в полицию. Он хочет свалить убийство на нас. Надо уходить отсюда. Как это? Чем его убили-то хоть посмотреть? Мы же к этому не причастны. Нас даже рядом не было. Я должен поскорее найти Шона Марса. Не хватает только провести сутки в участке. Доказывает, что я не верблю. И что же нам делать? Бежим нахер отсюда. Смотрите за входом. А я постараюсь убрать отпечатки пальцев со всех предметов. Надо торопиться. Полиция скоро явится. Ёбаный насрать. А теперь вспоминаем, что мы трогали. Что вы делаете? Хотите, чтобы у нас были проблемы? Это учетные книги. Манфред искал свои записи, когда его убили. Бросьте. Надо скорее отсюда уходить. Еще, еще, еще. И нахуй не слушай этого бурдюка, блядь. И нихуя никто изображает. Так, окно. Ты лапал окно. Так, что еще ты, блядь, лапал? Стакан. Рюмку. Блядь. Рюмочку. Кажется, вот эту. Да, вот эту заодно тоже. Я так понимаю, все вытереть я не успею. Телефон. Телка лапала шкатулку. Показывали специально это, что она вот шкатулку трогала. Все, валим отсюда. Валим, 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 валим. Куда, куда бежать-то? Надо быстро найти все, чего касался я или лопа. Вы еще долго там? Полиция вот-вот появится. Почти закончил. Все. Все, уходим. Вы все стерли? Да, да, да. Все, что смог. Будем надеяться, что они не вычислят нас. Пойдемте скорее. Блядь. Телефон забыл протереть, который Лорен трогал. Сука. Опять лагучий пальциспечастик. В момент убийства вы были в доме жертвы, верно? Да, он пошел в кабинет за одной вещью. Ёб твою мать. Его долго не было, и я заглянул в дом. Он был уж и мертв. Следовало позвонить в полицию, мистер Шелби. Тогда не пришлось бы тащить вас сюда. Слушайте, мы не убивали, ман. Мы были там послушаем. Опять мускарит. Мне не хотелось сидеть в участке, доказывая офицеру полиции, что я тут ни при чем. Хоть вы и детектив, мистер Шелби, оставайтесь в городе. Если случайно найдете пару трупов, позвоните нам. Ладно? Пару трупов. Шутник. Блядь, как из телефона-то налегнулся. Скотч. Опять блябался. Решел не вовремя, знаешь. Так, эти два друг друга знают, смотри-ка. Не парься. Я тебя отложу. Ради старых времен. Спасибо, Кан. Я твой должен. Нарыл что-нибудь интересное? Ну, пары идей есть. Но абстрактно. Если вдруг появится конкретный, ты уж мне сообщил одно слово. Причем музыка у меня убавлена, но это заставка, видимо. Тут не убавляется. А за что, а за что Шелби уволили с полицией? Или он сам ушел? Куда мы едем? Как такой вопрос? Я везла там, стало слишком опасно. Ну нет. Мы же с вами напарники таков уговорных. Слушайте, Лорен, вы хотите найти убийцу. Но мне трудно работать, когда вы в опасности. Я взрослая. Сама за себя в ответе. Я хочу найти убийцу сына и вам меня не остановить. Ваш сын погиб, Лорен. Если вы угробите себя, он все равно не воскреснет. Остановите. Ну вот это-то перегнул. Остановите, говорят вам. Тихо, блядь. У меня ОБС-ки не стоит, блядь, в машине. Блядь, чуть не въебался. Лично эти курицы под руку лезут. Если вы не поможете мне найти убийцу моего Джонни, я сама справлюсь. Я сам во всем виноват. Нельзя было брать ее с собой. Я не могу бросить ее. Она пойдет на все, чтобы найти убийцу своего сына. Ну, кто-то должен этим воспользоваться. Не хочу разрушать наш тандем. О, боже. Так плохо без него. Я бы все отдала, чтобы еще раз обнять его. Нежно. Давай, нежней цветочек. Нежнее надо. Еще нежней. О, Аниськин. Да, походу, эти обломятся. Вот-вот. А нет, он ее за чишки взял и в машину проводил. Видимо, Аниськину не судьба, чтобы что-то обломился. Но вот у этого пацана шансов-то побольше, побольше. На него это что-то сама запрыгнуть готово. Так, а у него же, блядь, задание. Я уже забыл. У него задание завалить кого-то. Это вообще, блядь, уникально. Интересно, а мы знаем этого чувака, кого он пришел убивать? Может, это детектив какой-нибудь, блядь. О, прикинь, я к ФБРовцу придет. Вот это будет тему. Или к полицейскому, блядь. Хуя будет подстава просто. Да? Что надо? А, это хуй из мотеля. А, мать твою. Я тысячу раз говорил, что на реке под дверью мне ни к чему. Эй, не горячись, брат, а? Спокуха. Это же он из мотеля, да? Что хочешь? Дозу? Денег? Скажи, что хочешь, и мы сговоримся. Нет, это просто ебанько какое-то. О, чёрт! Я тебе мозги выжил, сукицел. Ебалан. Думал сбереть в моем доме мой товар? Я тебе кишки, кишки, кишку, ублю. О, чёрт! Ебаная каша. Косой лох, ебан. Отстреливаться-то будет главный герой от него, или чё? Не знаю, не знаю, чёртов на реке. Ебанутая перестрелка вообще. Такой никогда не видел, блядь, что без дробовика столько раз промахиваюсь. Слушай, а дом у него просто огромный. Счёт! Ну, патроны-то, блядь, кончились, наверное, да? Чё, пизда тебе, ёпта? Наркотой торгуешь? Нужна доза? Прошу, не убивай меня, а? У меня дети. Да, да, да. Вот мои дочки. Это Сара. А малышка... Ты их фотку чё, блядь, в халате носишь? Прошу тебя. Я хочу вернуться к ним. Да, и дальше, и дальше торговать ник сами, ёпт. Окупай наркофиля, ёпта. Я тоже один. Но выбора нет. Пошёл нахуй, ублюдок. В некоторых странах за торговлю наркотой один хуй тебя бы казнили. Практически, это почти что была самооборона. Он в меня, блядь, первый даже стрелять начал. Я считаю, что я имел полное морально-этическое право застрелить нахуй этого урода. Фак, еэ. Ой, фотка как раз на глаза попалась, да? Рукояти пистолета. Блядь, подсказки всегда настолько близко и рядом, что кажется, можно было бы их просто так, блядь, найти. А если ты ещё... Слушай, а стрельбу чё, никто не слышал? Интересно, и где же она, блядь, была там, неинтересно? Где же там такое место, куда можно запихнуть, блядь, такую флешку здоровую? Вместо последних пяти патронов, что ли? Ну, ещё плавает в проруби. Говно наше, говнецо. Не тонет, блядь, смотри-ка. Ну и чё, мне подсказку дали ещё новую-то? Две буквы, блядь! Я человека убил, нахуй, две буквы. Сколько ещё заданий-то надо тогда, блядь, сделать? Чё, два целых, что ли? А он уже тонет почти. Бредятина какая. Ну, отчаянный шантаж, отчаянные меры, чувак, ты видишь, извини. Не повёл бы ты себя, как говно, я, может, и стрелять бы не стал. Печайка. Ну, может, он говёный отец был, хуй, он знает, как бы. Ну, а эта бабёнка чё сейчас? Главный герой сейчас на своих двоих нормально ушёл. Его бинтовать не надо. Мэтт, это Сэм. Я выяснил, что ты просила. Владелец квартиры на Марбл Стритс, доктор Адриан Бейкер. Он бывший хирург. Приторговывал наркотой по-тихому. Складил состояние, скупая дешёвые квартиры. В честь для прочих, это на Марбл Стрит. На наркоте его поймали за руку, дали несколько месяцев и лишили лицензии. Она узнала... Она узнала, что убили чувака. Сразу поняла, что его убил... Вот этот чувак, наш главный герой, блядь, забываем. Владелец квартиры, где Итан отрезал себе палец, живёт здесь. Итан. Не лучшая зацепка, но выбирать не приходится. Откуда она знает, откуда она знает, в какой, блядь, квартире Итан отрезал себе палец, если она его нашла уже внизу, блядь, там... На лестничной клетке, блядь. Привет. Говорят, у вас можно достать битропен... без рецепта. Сожалею, но это не так. До свидания. Стойте. Мне, правда, это очень нужно. Деньги есть. Ну, сказали бы сразу. Заходи. Ну, чё я, блядь, на нищую похожу? С такой же опасной деньгами это можно и не брать, блядь, вообще-то, старый хер. Или ты уже потенцию пропил. Ну, так вам нужен битропен, моя дорогая? Проблемы со сном? Много надо? Ну, не знаю. Три-четыре коробки. Коробки. Ну, думаю, это не проблема. Выпьете что-нибудь, компанию составите? Да, ебать, битропен хотелось бы выпить. Нет, спасибо. Алкоголь лучше не мешать с лекарствами, не так ли? Ничего, надо всё-таки выпить за первую сделку. Ты чё, ебанутый, что ли? Бери нахуй свои сучки, блядь, с меня, придурок. Я вообще за рулём, причём мотоцикла, знаешь, на нём и так, блядь, опасно ездить. Каждый год мотоциклисты новые. Кажется, мы ещё не встречались. Кто вас направил? Нужда, братан. Я уже не помню. От всех этих таблеток мозги спеклись. Едва могу отличить день от ночи. Я слышала, что вы сдаёте квартиры. Это правда? Извините, милая, они уже все сданы. Жаль. Мне бы что-то в районе Марбл-Стрит. Ты такая беспалевная. Чё она сидит, как, блядь, как ссать хочет, блядь? Я, я, я не хочу пить. Я за рецептом. Одну минуту. Подождите. Он настолько мутный, блядь, что я бы уже из квартиры выбегал на её месте. Этот псих меня пугает. Надо бы осмотреться тут, пока он не вернулся. Охуенная идея, блядь. Мой план был лучше. Съебаться нахер отсюда. В любой непонятной ситуации я с этого... Похоже, док интересуется недвижимостью, помимо всего прочего. Да, мы это, блядь, с тобой и так прекрасно знали. Ты же у него спросила. Похоже, он прихватил солидный запас медикаментов, закрывая практику. Снотворного тут хватит на целую армию. Блядь, мне просто не подойти к двери. Ну и чё, чё я должен найти-то, блядь? Ты как-то громко дверями хлопаешь. Голубая лагуна? Чё, билет в кино, что ли? Хирургические халаты. Я думала, он больше не оперирует. Замучила ностальгия по былым временам? А чё я должен был найти-то, я не понимаю. Там дальше вообще опасно уже за ним идти. Чертежи, блядь, какие-то. На нахуй. Мы с тобой славно повеселимся, милая. О! Обещаю. Кому-то ванзелю всё-таки сделают. Ну чё, после этого спать нормально будет. Вообще, а доктор Маниита, походу, блядь. Чувствую, он её не порой собирается препарировать. А чё же они, блядь? Так, значит, вы ищете на Марвел Стрит квартирку. Я сдал одну такую паку, если вы о нём слышали. Да, который с Фрэнком Дюксом в кровавом спорте дрался. Видимо, развлекается там с девками из голубой лагуны. А хуля, орать-то. Подвал. Я думаю, тот тоже орал предыдущий. Пусть развлекается. Что ж, пора бы взяться за дело. Я так люблю оперировать, что рад любой возможности попрактиковаться. Инструментов у меня нет. Использую подручные средства. Надеюсь, вы на меня не в обиде. Терпите. Будет немножко больно. И чё-то и сверлить собрался, интересно. Да ладно. Да ладно. Не всегда так. Как только возьмёшься за работу, непременно кто-то звонит в дверь. Я выпрожу гостя и тут же вернусь. Не скучайте, я недолго. Может, ФБРовцы пришли? Давай-давай. Я трясу, трясу, трясу. Толк-то, блядь, что он, нахуй, связывать не умеет? Здравствуйте. Я принёс вам слово Господа в виде этой прекрасной пипи, которую буду счастье поручить вам за скромное пожертвование в размере кидов. Не надо. Большое спасибо. Да что вы, брат мой. Я не могу поверить, что слово Господа... Давай-давай. Давай-давай, Библию впаривай ему. Давай, блядь, за всю хуйню. Вы же умеете, блядь. Безмятежность души. Все мы братья. Господь вспомогает страждущим. Вот че наши, ебать, пили верёвки, вот че. Да хуй тебе старый, блядь. О, перестрелка пошла, ебать. Монах, блядь, сука, не дал мне немножко больше времени. Чтобы я, блядь, подготовился к этому бою и засаду сделал. Блядь. Сука, здоровье у него уже не то будет, блядь, с такого удара. Ой-ой-ой, по орешкам. Опа-на. Блядь, не успел. Блядь. Я путаю, когда стик надо, а когда весь джойстик надо тряхануть. Блядь, смех у него пиздать еще, вообще. Бош, беспалевная реклама, Бош. Блядь. Он много ржет, блядь, и мало действует. Он какой-то неэффективный убийца совсем. Да-да-да, именно. Его кувалда не брала, а вот именно, блядь, удар кулачком. Блядь, челку, сука, вырвешь, блядь. Да-да-да, блядь. Смотри-ка, ее жопой, ее спасет сейчас, походу. Минут на десять. Она ему продрелила сердце. Ну что ж. По-моему, это он ей воткнуть собирался. Получилось как-то наоборот немножко. Он хотел ее на кукане повертеть, а она его на дрели покрутила. Как насчет проверить того чувака, который там сидит. Все, она передумала вести расследование. Сразу желание пропало. А вот, истинный мастер своего дела, блядь, гений розыска. Здесь невозможно сделать. Да я не собираюсь, блядь, делать никакие снимки экрана. Почему написано? А вот. Что написано? Доступ проходите. Проходите. Какая там косилка сзади. А, он убил чувака, и поэтому пистолет он больше с собой не берет. Заебись. Теперь я понял, блядь, почему не надо было убивать этого висуса. Эй, чувак! Ты что здесь забыл? О, майк. Железный майк. Норман Джейден, ФБР. Можем поговорить? Да? Я ищу владельца голубой Chevrolet Malibu. Это Буб Сап. Не плевать, как она сюда попала. Украл ты ее или нет? Я хочу знать, кто ее купил. Прости уж, не запомнил. Пашка дырявая, ничего не помню. Попробую освежить твою память. Если выяснится, что ты продал машину человеку в розыске, ты проведешь за решеткой полжизни, малыш Джейден. Решил на понт меня взять, сосынок. Не видел я тачки. Ебать, у него шея, блядь. Бэровец. Я думаю, эту драку мы не затащим. Пошел он нахуй. Он еще, блядь, не видел моих нано-очков в действии. Кровь. Здесь-то она откуда взялась? Я думаю, сейчас ты чуть-чуть потупишь, блядь, и мы это узнаем. Малафья. А она-то здесь откуда взялась? Чё это такое? Группа А с плюсом. Нихуя он анализ крови провел. Он даже ее, блядь, на вкус не попробовал. Даже не лизнул. Даже вообще ее на палец даже не взял. Как эти очки, блядь, поняли резус группы фактора крови, блядь, кашка мула? Как это все работает у него, я вообще не понимаю. Фантазер хуев. Так, че еще тут есть? Вот он че, труп разделал, что ли? Чей-то. Размер 42. Это кто-то из клиентов. Ну да, у малыша Джона, наверное, блядь, 80-й размер какой-то. Ну че, на дубине крови нет? А, вон он, перчаткой трогает. Это не та машина, которую я ищу. И перчатка делает анализ, в том числе и крови, видимо. Без микроскопа, без химического анализа, без всего. Так. Тактильно. Тактильный анализ крови. Та же модель шин, что и у машины убийцы. Неужели он был здесь? Не она стоит? К синяя тоже. Малыш Джон там, блядь, работает или че? Или уже сюда идет? А кран, крюк, не хочешь посмотреть? Джексон Ньювилл. На лампе. Или на отвертке. На отвертке. ОРС-запись. В гараже имеются следы пыльцы орхидеи. Ну, а крюк че? Я думал, что ему крюк интересен будет. Крюк прям светится желтым, блядь. Прикольно так ФБРовцам быть. Очки за тебя всю работу делают, блядь. Ты только в 2 плюс 2 складываешь, ходишь. Да, опять его черные сардельки. Снеси отпечатки. Так, ну что, улик хватит, наверное. Можно идти с ним базарить. Брать его на понтяру. Так, а кровь-то куда идет, блядь? Отсюда, от стола. Ну, это ЗИЛ-130, блядь. Такие протекторы оставляет только. Опа-на. Растворил его, блядь, в чем-то. Да вы тут пиздец полицейских, я смотрю, убиваете быстрее, чем, блядь. Их никто потом не ищет даже. А, пистолет он все-таки взял, смотри-ка. Слушай, ну он того убил. Ого. Тогда нахуй руки вверх поднимать, придурок. Очки-то снять надо. Бум по шарикам, блядь. О, пиздачка. Часто тут файтинги стали случаться безумные какие-то. Пиздец, негр с дубиной. Вообще, блядь, классно. Это вам не деда побеждать. Хоть и телкой. Ты будешь контратаковать-то его как-нибудь? Блядь, у тебя обезьяна, блядь, неуклюжая. Не вешай лапшу на уши. Ну-ка, живо выкладывай, кому ты бросил. Лапшу на уши? Какую нахуй лапшу на уши? Как ты козел вонючий. Ты черномазая, блядь, скотина. Черт. Ты совсем долбанутый у курок. А, черт, Джек. Все по закону. Простая самозащита. Первый закон полицейского. Или ты, или тебя. Эй, эй, стой, хороший. Я, кажется, припоминаю. Это полицейского убил, ты помнишь? Я не знаю, кто этот тип. Он хотел избавиться от машины и получить, типа, новенькую. Платил налом. Чему лишние вопросы? Просил сообщить парню по имени Паку из Голубой Лагуны, что все готово. Больше нечего сказать. Мы продолжим разговор в участке. Вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Стреляй нахуй. Пизду. Черт, как не кстати. Все, что вы скажете, может быть... Ушлый нига сейчас. Да у тебя проблемы. Стреляй, ебать. Блядь, подержать надо было. Черт, а сариков теперь берут в ФБР, да? Блядь. Блядь. Кажется, я проебал эту мысль. Я помогу тебе завязать с колесами, совраты легал. И навсегда. Да, ФБРовцы, походу. Подержать надо было. Я не увидел, что, блядь, надо держать. Нет, смотри, ничего не есть шанс, блядь. Это очень маленький хуевый шансик. Говно полное, чувак. Там же, блядь, в бардачке пистолет. Берествол, стреляй в Негра. Да ладно, нахуй, я успею Быть этого, блядь, не может, чувак Быть этого, блядь, не может Сука, живи, ФБР, веснахуй Кто без себя, блядь, поймает Не Анискин же Анискин может, конечно, но Так-то понадёжнее будет А, он же выронил пистолет Блядь, опять он сзади Заебал-то, блядь, заднеприводный Ай, удар хуйней по колену, это ж так больно А я успел нажать, почему он пропускает Покажи себе Я трясу джойстиком просто как джедайским мечом Блядь, но всё равно его не убить Это огромный ниггер, блядь Если бы ниггеры вот так просто убивались Я думаю, их бы давно убили Но, блядь, в ниггерах ты убьёшь Поэтому они, блядь, практически владеют, блядь, улицами Америки Я думаю, всё Есть целый район, и куда бедные Американские мусора заезжать боятся, блядь Потому что там ниггеров, дохуя Злобных огромных с большими болтами, блядь Как у этого малыша Джона, блядь Или как он там, жив? Пиздец По-моему, бой вообще неравный Сломай мне об колено, да и нафиг Абдрактор решил Какой странный бой, блядь Сука, я трясу, блядь Так никто не тряса, разросся Какая дебучка Нас учат кунг-фу, блядь В академии ФБР Отбил его, блядь, 52-й раз Размер Сейчас на гуслю меня, походу, положат Это будет вообще неравный Где же наш злой полицейский Который всё время мне, блядь Помогал вести расследование Был вариант сюда как-то с ним приехать Надо было дать ему психолога отпиздёхать, наверное О, всё Какая уёбищная драка Боже, чем... Нет, драка ничего Наконец у драки какой-то ебанутый слишком Зацепился какой-то хуйней Да здоровенный ниггер Рванулся бы один раз, блядь И этот его ремешок бы лопнул нахуй Это лямка Лямка комбинезона Она даже, блядь, даже не джинсовая Скорее всего И, блядь, она каким-то хуем Зацепилась за гусеницу, блядь И он моментально, блядь, его переехала Да, я, конечно, ничего не спорю Игра хороша, но иногда она такую хуйню показывает Количество осадков 93 миллиметра Пиздец, пацан уже там, блядь, два раза утонуть должен был Если он уже там в воде болтался Когда осадков 63 миллиметра было Когда 70, он уже под самый люк висел Под потолком А сейчас 93 Посмотри, в какую понтовую позу я стал Это мое хобби Быть среди них Да только проверить 500 человек Долгая песня Есть хочется Нечем перекусить Я не повар Но яичницу соорудить смогу, если хотите Спасибо Бич-пакет могу заварить Я промокла и очень замерзла Можно я приму душ? Пожалуйста Через спальню следующая дверь Только если я смогу посмотреть А я пока что пожарю яичницу Нет, я хочу посмотреть Я не хочу жарить яичницу Я хочу больше сисек, блядь, в этой игре Вон яйца его, ебучие Я думаю, что в принципе есть вариант Нихуя не делать, а пойти Может, если я по-быстрому пожарю Ну и озвучка для яиц Господи, что лень была Нормальное, нормальное яйцо Обычно в играх про инопланетян Когда давишь кого-нибудь яйцо Там оно вот так вот делает Яйца в перемешку Какой интересный рецепт Хуя себе они жарят яйца Фитровыбанные америкосы Что-то я бы не сказал, что оно выглядит готовой Блядь, я хочу пойти посмотреть Хуй, нельзя Дерьмо собачье Я, блядь, жарю сраную яичницу Вместо того, чтобы пойти посарять Как тёлка моется Говно Недоволен Думаю, омлет уже готов Омлет Омлет из яиц И больше вообще нихуя Чё такое бывает, блядь? Хуя ты омлетчик Восьмидесятого левела Аппетитно, что пиздец Как ты, блядь, такой пузо нажрала Если нихуя готовить не умеешь Оу, ёу Больше, чем мне Эй, да это, кажется, даже можно есть Что это? Блокнот, который я взяла у Манфреда Тут записано, что около тридцати человек Покупали у него запчасти к машинкам Роял Убийца мог быть среди них Понимаете, чтобы проверить алиби Тридцати человек одного за другим Придётся побегать Но ведь мы можем сопоставить их с вашим списком Списком подписчиков на журналы по оригами Он же у вас здесь? Да, да Погодите Опа-на Ты же есть хотела Что-то он как-то не хочет, блядь, искать Они так долго тридцать имён читают, блядь О чём они говорят? Почему, почему? Почему они превратили это в нему сцены? В 10 лет Ребёнком умер Утонул, наверное, ещё так и скажите Ладно, мы осквернять могилы пойдём в следующей серии Чё-то, блядь, накал какой-то Короче, вот самое время закончить Я думаю, так что чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите Хе-хе, всё такое Субтитры делал DimaTorzok